Приветствую вас. Полагаю, что ещё раньше, до встречи вот с этим вот мужчиной, который у вас был три года назад, ага, ещё раньше, вы уже сформировали к себе некое отношение, которое впоследствии и определило то, как вы, собственно, воспринимаете за себя и мужчин. Согласитесь, что были причины, на основании которых вы терпели и мирились с тем, что ваш первый мужчина, я буду называть его так, который изменял и врал, так с вами себя вёл. Смотрите, вы говорите, он ничего не хотел, но и от себя не отпускал. То есть только здесь в том, что вы как бы на него, на мужчину перевешиваете, переносите, перекладываете ответственность за себя и за своё счастье, за свою жизнь. Понимаете? То есть он может быть серьёзного не хотел, а должен был. Он вас от себя не отпускал, а должен был. Инна. Вы же сами по ряду причин не могли его отпустить. Вам пришлось уволиться только с работы, чтобы... Ну, чтобы всё завершить. А это значит, что эмоционально вы, скорее всего, с ним не расстались. Кроме того, можно говорить о том, что подозревая своего мужа в измене, в обмане и так далее, вы проецируете на него что-то, что вы думаете о себе. То есть вы считаете себя той, кого можно обмануть, кому можно изменить и так далее. Понимаете? Вы позиционируете себя так. И у меня к вам есть вопрос. Почему? Почему так? Так. Неужели вы считаете, что вы достойны того, чтобы серьёзный, уважающий себя мужчина, эм... как-то недостойно вёл себя по отношению к вам? Вот об этом я рекомендую вам подумать. О природе того, что вы чувствуете. О природе ваших подозрений. Это называется проекция. То есть вы проецируете на себя то, что вот... То есть вы проецируете на мужчину, простите, вы проецируете на мужчину то, что вы думаете о себе здесь. В этом контексте. Вот. Понимаете, да? Это заниченная самооценка, не уверена в себе, соответственно, эм... страх одиночества. Вот. И от этих вот моментов вам нужно отталкиваться. Отталкиваться. А почему и как у вас сформировались такие представления о себе согласно, в котором вы достойны того, чтобы вам изменяли и так далее. Опять же... Опять же... Эм... Это стало возможным благодаря тому, что вы эм... Значит... приняли на свой счет... Приняли на свой счет... Приняли на свой счет... Приняли на свой счет... А... То, что вот... Мм... То, что... Вам мужчина первый изменял. И врал. Опять же возникает вопрос. Почему вы приняли на свой счет? То есть... Эм... Благодарная была почва для... Такого отношения... Отношения. Быть может, вы в глубине души и считаете себя достойной только этого... Только... Такого поведения. Ну, к себе. Только такого отношения... К себе. В Zarate. А вот... Влента. Вот... Эм... Ээ... С этого момента я и... Рекомендую вам начать. И... Избавиться, от... Эм... Эм-э. Эм-э. Эм-э... Эм-э. Эм-э. понаблюдав за ними, вот, посмотрев откуда они эти мысли взялись у вас. Вот. Мне кажется, что хорошенько про мысли вы увидите, откуда и почему у вас, ну вот, есть такое представление о себе. О том, что вы не достойны большего. О том, что вы достойны только того, чтобы вам изменяли. Вот. Понимаете? Ага. Люди относятся к нам так, как мы думаем о себе. И я полагаю, что вам, вероятно, с детства, ну либо с детства, либо в результате какого-то негативного опыта у вас оказались такие взгляды на себя, которые допускали к себе такое отношение, ну, ваше. Вот. Ну, вы настолько, может быть, привыкли к этому состоянию, что уже не замечаете, как просто-напросто переносите на других людей то, что вы сами думаете о себе. Вот. Поэтому, когда вы говорите о ком-то, что это плохой человек, подумайте, не говорите ли вы о том, что волнует вас. Вот. Это довольно-довольно примитивная такая позиция, довольно-такая, ну, действительно примитивная, да? Ну, она мне кажется, мне кажется очевидна. Вот. Я не буду сейчас гадать, да? То есть не буду гадать по поводу того, откуда вы, ну, например, откуда вы взяли эти представления. Откуда они у вас появились, как они у вас появились, вот. Я не буду. Потому что я полагаю, что здесь нужно разбирать ваши случаи отдельно. Просто постарайтесь понять, да, что избавляться от этих мыслей, избавляться, значит бороться с ними. А бороться с любыми мыслями, это, ну, знаете, не совсем правильная позиция. Потому что бороться мы подавляем. А подавляем мы ничего не решаем. Более того, подавляем мы даже становимся ещё более не свободными на самом деле. Вот. Я не думаю, что это то, чего вы хотите. Поэтому и рекомендую вам рассмотреть именно вот такой аспект ситуации. Вот. Значит, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Вы можете избавиться от ревности. То есть вы можете не ревновать мужчину, вы можете научиться относиться к этому спокойно. Вот. Всё это возможно. Но для этого нужна работа. Вот. Самое всё, ну, понятно, что... Так вот, если, ну, просто вот, работать над вами, да, просто ответить вам на ваш вопрос, вот просто сказать, как избавиться, да, вот как. Через работу над собой, да, через вот работу в этих направлениях. Что у вас там, да. То есть повышать самооценку, становиться более увереннее в себе и так далее. Вот что у вас там. Непонятно, что у вас там. Откуда у вас это появилось. Вы ничего не пишете об этом. Непосредственно. То есть, ну да, был у вас мужчина, который вас, значит, изменял вам, значит, брал вам и так далее. Хорошо. Был. Был мужчина, ладно. Но вы же его сами выбрали. Когда вы заметили, что он вам брёт и изменяет. А вы же не продолжали встречаться. Вы же надеялись на то, что он изменится. Вот. Либо вы считали, что больше никого не найдёт. Вот. И не хотели быть одна. Понимаете? Вот. Я вот рекомендую вам начать с двух моментов. Первый. Это оставить людям их собственные чувства, да. То есть, грубо говоря, вот если человек вам изменял, да, это его проблема. Это его проблема, не ваш. То есть, вы... Это называется ретрофлексия. Что любое чувство ретрофлексивно. Вот. Оно имеет двуполярную направленность. То есть, первое, это на себя, и второе, на другого. Вот. Так вот, оставьте часть для другого. То есть, вам мужчина изменял и врал, потому что он не принимал себя. Нужно понять этого человека более... Завершить гестальт, как говорят. Гестальт, это психология. Вот. То есть, что такое завершить гестальт? Это как раз-таки увидеть полную картину того, что происходило с мужчиной, например. Здесь хорошо работает техника, значит, метод семи стульев. Стольца. Стольца. Вот. То есть, когда вы становитесь тем человеком, на которого вы обижаетесь. Вот. Если вам это интересно, то всё можно разобрать, всё можно посмотреть. Вот. То есть, вы поймите, что всё отрещаемо. Но вы можете продолжать и дальше портить отношения с мужем. По своим. Только потому, что кто-то испортил... Точнее, не испортил даже, а вскрыл. А вскрыл... Ваши противоречия внутренние, да? Ага, можете взять и, собственно, начать контролировать свою жизнь самостоятельно, да? Вот. И даже если мужчина вам изменит, даже если он вам будет враг, то, ну, как бы от этого никто не застраховывает. Но если человек изменяет, значит, у него проблемы. Если человек врёт, значит, у него проблемы. Это он же врёт. Знаете? А, даже если вы, грубо говоря, ну, например, реагируете как-то, ну, скажем, негативно, да, неадекватно, на какие-то, ну, действия, поступки, поведение мужчины, вот, то всё равно, врач – это выбор человека. И вопрос в том, почему он этот выбор делает. Знаете, что он делает? Вот. Вопрос именно в этом. Почему человек делает такой выбор? Вот, я думаю, что об этом вам тоже стоит подумать. Подуматься. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Ага. Вам рекомендуется работать всё-таки над своей уверенностью, да, работа над самооценкой, вот, и над раскрытием своей ревности. amp. Я надеюсь, что в аренды, что всегда тут всё-таки стоит, я думаю, что, э-э, мои коллеги поддержат меня в этом, ну вот, в, э-э. Ну, знач theme... ну что в этой моей мысли, мои коллеги меня поддержат и скажут, что, э-э, действительно, за аренды всегда тут всё-таки стоит. какой-то страх. Грубо говоря. Соответственно, если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.